Зола прежде всего известна тем, что она прекрасное калийное удобрение. Кроме калия она содержит фосфор, кальций, магний и большой набор микроэлементов. Так как зола не содержит хлора, то ее в первую очередь следует вносить под культуры, чувствительные к хлору, такие как малина, красная и черная смородина, земляника, огурцы, кабачки, салат, горох и картофель. Но на этом ее полезные свойства не заканчиваются. Зола хорошо разрыхляет почву и изменяет ее структуру. Кроме того, она прекрасный раскислитель. Особенно это полезно для тех садоводов, у которых почва на участках кислая, причем независимо от ее типа. Ведь большинству растений почва больше подходит именно нейтральная. Исключение составляют такие растения, как рододендроны и хвойные. Сколько вносить золы, если мы ее используем в качестве раскислителя? Количество это зависит от уровня кислотности, а также от того, тяжелая у вас почва или же легкая. Например, если у вас глина, то золы вам лучше внести побольше. В среднем же эта цифра может достигать полутора килограмм на квадратный метр. Это если речь идет о древесной золе, с которой тело приходится иметь чаще. Золы, оставшиеся после сжигания травы или соломы, надо вносить и того больше, до трех килограмм. А вот если мы ее вносим как удобрение, то достаточно внести 150 грамм на квадратный метр. Заделывать ее можно в сухом виде. После внесения в почву ее нужно немного перекопать. Вносят золу также и в посадочные ямы при посадке. Зола великолепное средство защиты от болезней и вредителей. Просеянной золой рекомендуется посыпать листья таких культур, как лук, редис, картофель и земляника. Также посыпают ею почву вокруг растения. Еще один вариант применения это опрыскивание растений настоем золы. Многие садоводы также добавляют золу в компост. Считается, что это способствует ускорению его созревания, а также обогащает его. Словом, зола это одно из немногих веществ, которое является лекарством от многих болезней сразу, да еще и абсолютно натуральным. А поэтому используйте по максимуму это преимущество.